приветствую вас дорогие друзья как ваши дела вот и подходят выходные все так они быстро у нас проходят что очень печально в конце можете увидеть небольшой ролик где съездили мы сегодня прогулялись но погодка нас немножко подвела посидели позавтракали потом ели шашлык шашлыки не снимала дети в игровой комнате наигрались очень хорошо провели время купили также хлеб чабата взяла вот чабата потом что-то еще а вот такой вот хлеб калач и калача что лепешка и батон взяла что хочу так это значит переходите с одного на другой сейчас будет утром варила яйца здесь у меня шпинат яйца со шпинатом сделаем добавлю майонез что-то или сыр наверно творожным и на батон мазать буду и все сделаю на гриле эти тосты так это сделаем что еще кто у меня спрашивал про кошку не переживайте кошка жива и здорова я уже за себя стала перерывать уже не за кошку столько сообщений и люди добрые они пишут вот возьмите там тряпочку она вам говорит вот это ниоткуда знаю я аж кошачий язык не понимаю у меня-то кастрированные и одна женщина тоже так прям я за ее здоровье раз переживалась она мне что тут непонятного но так пишет я читаю я же сразу как узнаю как человек это пишет что тут непонятного 10 таких злых смайликов прям злых вот так что тут непонятного не понимаю я по кошачьи что я сделаю не знаю ходит за мной откуда я займел она каждый день так ходила кушать просила все даем кушать откуда я знаю что она там собралась если бы она не подошла и сказала салтанат здравствуйте понимаете я вот сегодня хочу вот через несколько часов думаю что у меня уже схватки начались я собираюсь рожать постелите мне пожалуйста тряпочку и коробочку приготовьте я у себя дома жить не хочу ушла оттуда перешла к вам я бы сразу это сделала понимаете без разговора а я куда знаю мяу да мяу а что каждый день мяукала и что же я должна я думала эту женщину схватит кондратья и думала зачем я хотела сказать нахрен я про эту кошку написала вообще зачем я ее сняла ой короче там такие смайлики злые были увидите если зайдете там женщина написала потом говорит чтоб не пришла окошка и осталось у нее жить ну да ладно у меня их которые хотят у нас жить очень много поэтому я не могу здесь создать кошачий замок извините у них есть дома пусть идут и рожают дома ну вот она родила все же у нас за кирпичами ушла из дома своего кошка понимаете она до того умная и зная того что ее котят потопит она пришла сюда и родила там за кирпичами ну да ладно там тепло уютно хорошо все живы и здоровы все тему кошки закрываем сегодня что ужин нужно приготовить а ужин что хочу сделать и равиоли равиоли чисто куриные пожарю грибы сейчас все подготовлю грибы пожарю с луком добавлю немножко сливок фарш перекручу туда добавлю это дело соль перец все начинка готова тесто сделаю два яйца чисто просто два яйца немножко совсем совсем немножко горяченькой воды и все и замешу на двух яйцах тесто буду готовить наверное думаю а может и в воде сварю подумаю вы знаете меня поэтому для многих кто подписался говорят вы или это снимайте или то снимайте я вот ждала вот это оба усаки а получила вообще другое у меня канал не кулинарный а домашний домашний канал много моя жизнь чем я занимаюсь также то что я готовлю я делюсь с вами те рецепты которые как сказать обыденные которые действительно получаются или которые можно всегда приготовить думаю для тех людей кто умеет готовить это легко посмотрит а вот салтанат так замесила это даже объяснять не нужно для тех кто начинает готовить есть множество хороших каналов которые вы можете посмотреть и научиться готовить поэтому друзья вот на те каналы переходим смотрим и учимся а у меня это для женщин уже прошедших жизненный путь идущих по жизненному пути мешком опыта но которые хотят что-то вот привнести другое что-то приготовить которые готовит кто-то другой поэтому я тот человек так кошкин вопрос решили все решили не надо меня ругать все время что же вы в конце-то концов а хлеб убираю а если вернуться к хорошими прекрасным моим зрителям которые пишут мне такие добрые слова души вам низкий поклон и большой большой казахстанский рахмет мы все люди независимо от национальности от фейс лица то есть да мы все люди одинаковые создал нас тоже один сегодняшний создатель поэтому мы одни и всем вам огромный огромный казахстанский рахмет от души как в песне ландыши ландыши от души поэтому ландыши кстати расцвели сегодня прохладно как я уже сказала но все равно мы съездили подустали немного так значит хорошо с болтовни тоже мне такое нравится многое болтает кто-то просил ближе я приблизила камеру поэтому думаю вы останетесь домой так новеньким кто подписался тоже огромное огромное спасибо думаю что вы будете заходить на мой канал почаще буду очень ждать и буду очень рада так шпинат 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 купила когда уже не знаю надо проверить что со шпинатом хочу с яйцами просто шпинат порежу наверное яйца накрошу и все вот и все изделие шпинат довольно таки неплох если убрать некоторые такие нехорошие запчасти довольно таки хорошо сохранился шпинат зелень хорошая полезная как щавель только название да такой шпинат промоем шпинат сейчас высушим в этой штуковине и все и приготовим пока сюда что значит достану мясорубку фарш перекручу как я уже сказала все подготовлю все приготовлю и потом мы с вами вернемся а сначала вообще до фарша лучше замесить тесто потому что тесто на яйца более такой плотноватая поэтому хорошо если вы замесите тесто дорогие друзья на 250 грамм муки я взяла два яйца и воды столько сколько вот потребуется замесить густое тесто хотела чисто совсем на яйца но думаю будут яйца все же как дает рост тесту поэтому решила добавить столько воды сколько это тесто возьмет но при этом оно должно быть такое как жесткое отлежится потом будет тесто хорошее но именно вот для этих равиолей нужно именно яичное тесто вот этого мне хватит тесто очень плотноватое замешиваем я буду раскатывать знаете как на бешпармак я раскатываю круглое большое не совсем вот как неудобно чтоб было и мне равиоли тогда будет легче я режу на полоски такие широкие ложу начинку и этим закрываю тестом и вот так шик-шик-шик-шик режу покажу ой девчонки мальчишки так все это тесто я долго не мурыжу не стою там часами а просто замесила даю ему отдохнуть и все вода тем более была теплая и тесто сейчас когда отдохнет еще раз его замесим будет нормально абсолютно на третий раз когда уже отлежится уже можем просто делать эти равиоли все тесто мы убираем пусть оно отдыхает так а пока а пока мы будем готовим резать эти грибы и что там лук пока пожарим что делаем очень хорошие штуки то есть сушилки для овощей вот так вот прокручиваем и наша лишняя вода стечет вниз так грибочки достаем вот столько у меня грибочков мне этого хватит я сейчас не просто в произвольном нарежу так произвольно а нет еще есть грибы у хорошо я посмотрела а то бы все вот столько грибов у меня я их пац и 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 буду жарить вот так вот нашинкую все обжарю на сковородке обжарю с луком это будет вкусно ладно если что лишние грибы уберем ну когда грибы обжарится конечно их будет мало сюда я еще знаете у меня есть порошок белого гриба натурального я обязательно сыплю ну так знаете вкусовые качества от этого очень хорошие становятся поэтому а вообще равиоли хотела еще шпинат добавить потом вспомнила дольше зеленые бы нежелательно кушать потому что кормящая мама не должна такой зелень такую которая бы вызвала у ребенка колики в животе нежелательно отдельно что-то готовить не хочется поэтому общую еще процедуру шмальцы дуры надо делать завтра на работу вот так вот вместе с луком потом обжариваем грибы мы солим обязательно посолим обжариваем и как я уже говорила добавлю белый гриб порошок белого гриба брала на зоне вот так вот посыпаю он очень вкусно пахнет очень аромат великолепный буквально быстренько обжариваем не надо прям там до красна для до хруста для хруста вот обжариваем перчим солим все я добавлю чеснока сухого немного добавлю копченой чуть-чуть паприки вы можете этого не делать но я так вот люблю добавлять специи все больше ничего все буквально быстренько обжарили и пусть остывает тем временем перекручиваем фарш тоже солим перчим что любите туда добавляете и потом добавим эту смесь тем временем тесто достали и вот так вот без муки просто она уже полежала и уже хорошее уже такое эластичное не расслаивается уже хорошее мягкое тесто все и без муки оно не прилипает до того вот хорошее тесто сейчас близко покажу вот такое однородное тесто получается но при этом она на двух яицах замешана и немного добавлено горяченькой воды такой ну не кипятка но горяченькая думаю вы меня поняли так разделю на две части потому что я буду катать большой скаты и сразу делать как на бешпормак но чуть плотнее вот да сразу сделаю сформирую вот так и все вот такие два кружочка одинаковых я откладываю пусть они тоже отдыхают и тем временем я перекручу фарш и тесто придет в такое снова в такую форму мягкую эластичную и будем раскатывать все это остывает так дорогие друзья фарш я перекрутила добавила зеленого лука дурацкого огорода а еще язва да вот так потому что обжаренные грибы с чем здесь с луком и всякими там что я ложила какие пряности все это добавляем сюда и сюда же я добавлю немного сыра ну так я хочу я дорогие друзья подумала думаю нет тот сыр у меня моцарелла тянется мама потом будет говорить а что такое тянется там внутри знаете человек взрослый не поймет наших новшеств я добавлю поэтому творожный сыр если добавить творожный сыр будет тоже очень вкусно соль перец все сделали что вы там чеснок хотите да все это добавляете просто напросто замешиваете фарш чуточку он у вас будет как будто жидковат потому что все же здесь это куриный же фарш если сами крутили то знаете он же не такой густой я когда жарила грибы добавила еще сливочного масла грибы со сливочным маслом очень вкусные эти равиоли будут очень хорошими а сыр придаст вот эту сливочность большие перчатки вот такой вот ваш получится пробуем на соль обязательно и все и сейчас вот это очень быстро вот у меня сейчас прошло всего полчаса от замеса тесто до фарша всего полчаса все этого очень хороший фарш сливочный получается хороший очень вот так все вид не приятно презентабельны ну что делать тем временем отдохнувшее тесто достаем из мешочка все это пока пусть тут постоит все и раскатываю его большой пласт но если вы вдруг не умеете так раскатывать большим пластом то как-то кругленькие как я уже сказала либо что-то вот надо будет придумать этого уже ребята сами как-то вот надо будет нужно кругленькие ничего страшного про виолика пельмени но я хочу именно такие знаете быстрый вариант тесто желтое хорошие поэтому я сейчас раскатаю и все кстати только вышло вечерний ужин перед сном дала кошкам поэтому успокойтесь все хорошо и молоко она не пьет уже смотрю морду воротит тесто сильно тонкое делать не буду совсем прям чтобы тоненькая как на бешпармак ну как на бешпармак чуть плотнее как не знаю вот пельмени как делает и не знаю я люблю тонкое тесто кто-то поплотнее но здесь будем придерживаться такой средней части то что она на яйца ничего ему не будет вот дорогущие друзья я вот так вот раскатала вроде бы и видно и вроде бы как такое плотноватенькая поэтому здесь я сейчас немножко как бы выравниваю края делаю вот такой штукой выравниваю вот так вот края она такая знаете ребристая красивенькая и вот такие вот полоски я нарежу вот такие вот шириной потому что буду ложить фарш и накрывать хочу такой быстрый способ сделать вот такой вот когда тесто остается конечно я не люблю но что делать что делать спросить у чернышевского надо у тебя что делать рассказ теперь сюда буду ложить по где-то примерно какие буду равиоли делать смотря вот так вот видите я буду складывать и вот здесь у меня буду их разрезать поэтому понятен до процесс сейчас ложечкой маленькой буду ложить хотела ложить этой штукой специальная вот это шев 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 но думаю это будет много вы поняли шев 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 сейчас девчонки мне напишут салтана где взять эту штуку шев 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 которая примерно я буду вот так вот расстояние сейчас думаю что вот такое довольно таки равиоли будут не маленькие большие поэтому вот так где-то примерно расстояние делаем вот по столько фарша это ложечка прям хорошо как раз очень быстро тем временем вода пусть у вас закипает я быстро с чайника налил и все вот так вот видно до расстояния примерно наметили какое у вас будет расстояние и все и что делаем накрываем вот этим пластом вот так все это накрываем дело лишнее я сейчас отрежу так и что делаем на рабочие друзья вот этой стороной вот так намечаем все вот эти пустоты же между ними есть вот так вот так вот так вот так значит что залепляем вот так вот обычно вы бы если пельмени залеплили но только вот здесь залепили хорошо прям не жалею че вот так залепили сейчас надо вам показать я вам сейчас покажу вы увидите что его от вас хочу вот что я имею ввиду вот видите вы положили фарш между этим тыльной стороной не хочу свои черные загоревшие руки показывать вы поняли здесь все вот так вот зажали зажали хорошо и все тыльной стороной ладошки между ними соединили потом райбиоли варите как и пельмени вот так вот накрываете второй стороной ложите фарш на край ну чуть отойдя от края потому что вам же край тоже нужно будет прищипывать поэтому ориентируйтесь примерно и чтобы у вас хватило второго пласта накрыть так примерно воздух выгоняем лишних здесь я вот видите пальчиком делаю либо пальчиком либо вот так тыльной тыльной стороной очень тоже удобно и вот так все теперь все защипываю защипываю здесь как давлю все и режем и прищипываем режем и прищипываем так быстро приготовиться у вас вкуснейшие равиоли полить можно сливочным маслом или сделать зажарку с луком тоже на сливочном масле будет очень вкусно ну думаю со сметаной сделать можно разные соусы которые вы любите вы можете ими воспользоваться и вот так вот очень быстро они ведь сытные и все вот вам не надо ничего мудрить делаете он сколько штучек уже пожалуйста получилось все вот так вот такие равиоли у вас получится вот такие все я продолжаю дальше делать и потом увидимся так ребята я ближе камеру поднесла думаю чтобы вам видно было а то все же звука как-то наверное не очень вдруг кому-то это очень стало интересным и пригодится вот на такие полосочки я разрезаю вот видите у меня вот такая штучка я ею вот так вот разрезаю ровные полосочки ну это уже будет маленькая ладно вот такие полоски сейчас откладываем их вот взяли полосочку если вдруг считаете что она узкого ты просто можно всегда подкатать теперь берем фарш фарш берем и вот здесь вот с краю я выкладываю но оставляю место для зажима а вот этот на такой же примерно фарш если бы мы положили оставляем пустым потому что его мы будем загинать и вот так вот приблизительно вот расстояние на вашу тыльную сторону ладошки оставляем и так их выкладываем вот так вот фарш вот такими горошинами или фрикадельками вот такими вот так вот видите таким образом до конца делаем вычитайте сколько у вас альвеоли выйдет здесь уже шесть семь восемь штук значит по краям тоже оставляем место следующее что делаем загибаем этот край на себя на себя загнули видите вот так все загнули и теперь воздух выгнать этой тыльной стороной ладошки мы выгоняем весь собравшийся здесь между этими воздух вот прогоняем его можете вот так как вам удобно как вы считаете нужным так и делаете вот видите вот такие получили штуковины после того как вы выгнали воздух уже прижимаем здесь вот прижимаем прямо сильно выгоняем воздух прижимаем прям хорошо вот так и края также прижимаем все остальное дело купите такую штучку дело за малым если не нравится сильно большой край срезаем и вот так вот вырезаем вот такие штучки вырезали бросили как я все вот таким макаром делаем все очень просто и быстро на всякий случай для подстраховки можете еще зажать вот такие равиоли получаются этот край мне нужен большой срежу вот так вот получается вот ну что дорогие друзья батон у нас здесь шпинат здесь листья складываем толстые стебли у шпината я убрала оказывается не до конца их тоже можно перемолоть но я уже перемалывать не буду я просто сейчас нарежу сверну вот так вот поскладываю и сверну и нарежу с яйцами яйца я уже перетерла не перетерла есть такая штука у меня специально передавила этой горелочкой думаю многих есть оливье удобно делать и вот так вот сейчас нарежу все этот шпинат добавим смесь яичную налью оливкового масла посолю естественно поперчу и смешаю все так соль перец шпинат раз он есть у меня если бы не было и не делала бы так что а раз есть надо пустить все яйца накрошила как на оливье все это все смешаю и все можно блендером перебить но не хочу вот такая будет смесь майонеза можно добавить немножко все у меня там есть но говорят что шпинат полезен иначе нужно кушать то что полезное сейчас покажу вам равиоли потом сделала заправку расскажу как сделайте обязательно очень будет вкусно и не буду майонез пусть будет хорошая на оливковом масле такая вот смесь я добавила побольше и такой хорошо выраженный перец хороший батон такой дырочками прямо хорошо поехал купил на сыворотке не надо мучиться что-то выпекать попробую сам батон очень хорошее сейчас его подсушил как тос и с этой вкусной заправкой делу кстати есть кедровый орех вот сюда кедровый орех будет идеально кедровый орех добавила это будет очень хорошо полезно очень подсушиваем и все и прям не жалею вот так вот кушаем вот так вот кушаем итак гриль включила буду подсушивать заправку для равиоли сделала что оливковое масло напишу в описании очень вкусно получилось чеснок черный перец и чеснок можете живой можете сушеная немного зеленого лука и паприка очень красивый цвет и очень будет красиво а сейчас подадим равиоли попробуем с посмотрим подачу равиоли подаем красиво белочку что там ножичек и поливаем вот этим подливом сначала полью сейчас верхнюю подачу покажу ни один равиоли не развалился после закипания варите минут 7 они очень быстро готовятся поэтому очень получается вкусные я уже попробовала уже маме сварила отнесла очень ей понравилось поэтому готовьте с удовольствием вот такие равиоли ни один не раскрылся из-за того что тесто чисто на яйцах очень хорошие равиоли получились поэтому готовьте с удовольствием пробуйте не бойтесь это очень вкусно так ну что ну что попробуем что и себе представляют это очень вкусно и я уже попробовала поэтому я если честно вот такие равиоли хинкали манты люблю есть руками может быть для кого-то это покажется не эстетичным вот так я люблю собака в тик токе приходит собака гавкает так и у меня собака гавкает теперь что я возьму целый я люблю так кушать ну думаю это мои руки моя тарелка сказать что это вкусно ничего не сказать это очень вкусно это тесто этот фарш советую равиоли даже когда немного немного подостынут не прям вот с пылу жару выловили и сразу подали дайте тесто немного остыть и поверьте этот это жующееся тесто этот фарш который которым сыр все вот это чувствуется это очень вкусно это великолепный соус вот видите я не могу остановиться очень вкусно сейчас что жарю тосты мажу на них или подам тосты и подам этот можно сказать мини салат такой да и и все подаю ужин мама поела я уже наелась пусть остальные радуются и кушают поэтому сделайте шпинат с яйцом я напишу в описании поджарьте батон что у вас есть и с этим как сказать таким яичным паштет на яично-шпинатным паштетом это будет очень вкусно кто хочет чесночок добавьте приготовьте обязательно равиоли вам очень понравится так быстро легко и столько их много выходит поэтому готовьте с удовольствием спасибо всем за комментарии очень признательна очень рада огромное вам всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии любые комментарии читая пока пока лайки пишите комментарии Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень красиво открыли кафе Очень хорошая DimaTorzok Здесь можно день рождения отметить Да, Рафиля, очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok